привет зритель я наконец решил снять обзор на модель этой гирс конь механой забегая вперед скажу что чертова лошадь действительно ходит давайте для начала распакуем данную коробочку и посмотрим что там внутри да небольшой скажем так обломчик на самом деле лошадь уже была распакована и собрана вот поэтому берем это в сторону и сейчас я вам покажу все таки саму собранную модель так вот так она выглядит ну решил немножко покрасить потому что сама модели по умолчанию не очень интересная с точки зрения цвета да это обычный обычная фанера то есть ничего нового ничего интересного вот решил немножко придать антураж данной лошади раскрасить единственное что не до конца еще модель доделана но с точки зрения сборки на принципе сделано с точки зрения статического она еще не доделана стоит ведь не хочет основная проблема я люблю общих проблем значит проблемы данной модели как собственно и вся проблема компании гирс это геморройное обслуживание то есть если вы собрали какую-то модель и потом во что-то провалось оторвалось особенно что касается резинок это как без да применять геморрой разобрать еще больше геморрой в общем ну вы поняли в данной модели в резиномотор сделан лучше чем предыдущих моделях от гирс потому что здесь используется не обычной резинки а вот такого типа резиночки так давайте мы тут поднимем посмотрим извините конечно что так получилось пути вот светлые резинки и то есть резинки этого мотора они гораздо прочнее чем обычные резинки единственные где здесь используется обычная резинка так это вот сверху в этом механизме повыше здесь она уже почти что вся и стерлась хотя особо я ему не пользовался на ю тубе есть довольно небольшое количество обзоров и в основном он как бы нигде не ходит то есть непонятно то ли криворукие дизайнеры и гирсы его делали то ли криворукие youtube обзорщики его собирали у меня все мнение что криворукие обзорщики собирали потому что у меня он ходит ходил самого начала и в принципе проблем с тем что модель не работала этой проблемы не было вот и ходит он в принципе как и показано было в рекламных объявлениях то есть какой там 10-15 сантиметров он ходит значит какая основная сложность сборки это сборка именно самого механизма шестеренок который находится внутри то есть вы сейчас не второе вторая особенность обязательно когда вы собираете данную модель смотрите чтобы все нюансы по инструкции вы соблюдали потому что нюансов много они не всегда заметны но они есть когда вы собираете любые модели от у гирс вам надо заранее подумать как вы будете их обслуживать придется скорее всего разбирать данной модели я просто заранее определил себе по моему левую сторону вроде бы то есть эту панельку сюда которая здесь то есть я изначально оставил ее так чтобы его можно было потом снять потому что если вы ее посадите совсем на крепко то снять это большая проблема вот а так принципе вы потом можете снять поменять эти резиночки там или что-то отремонтировать поставить на место и рекомендую сохранить инструкцию хотя в принципе можете найти наверное в электронном виде наверное точно без него точно все забудете как бы это однозначно значит что я еще сделал изменил по стандартной комплектации скажем так по умолчанию это лошади должен быть короткий хвост и длинные грива но на самом деле это выглядит очень уродски потому что ну просто уродски поэтому я сделал наоборот я сделал длинный хвост и короткую гриву принципе на самом деле а самом деле рассказывать особо про данную модель ничего выглядела она эстетически ну действительно хорошо то есть особенно мне нравится именно в цвете потому что без цвета но она какая-то блеклая да и потом вот по-хорошему что вот эти все модели от leaders что они дают но они не дают ничего кроме получения удовольствия во время сборки потому что на что будете делать с этой лошадью детям играть и ну это бессмысленно они быстро сломают взрослому но это как бы ну кто будет играть да то есть вы им ну по вы если как дизайн элемент интерьера поставить на полочку да отлично то есть стоит и все но меня достаточно просто смешат ролики и гирс где они показывают каких-то взрослых дяденек там в колпаках санта клауса где они там запускают эти паровозики или там машинки но это но это смешно я слабо себе представляю что взрослый человек а вот там запускал эту лошадь там постоянно или что-то с ней еще делал но ты бред конечно ну вот по запускал ее 3-4 раза она попадала походил ну собственно на этом и все как ну а теперь собственно кульминация ради чего снималась этот ролик чтобы показать что данная модель она все-таки ходит и ходит на в принципе нормально но единственный момент данный стол он скользкий и на нем она скорее всего не пойдет она хорошо ходит на линолеуме то есть на какой-то резиновой поверхности итак попытка номер два постелил бумагу и сейчас попробуем может быть это даже создать дополнительное сопротивление и это ерунда все-таки пойдет так давайте посмотрим но поверьте на слово она на ламинате ходит во извините на линолеуме ходят все таки лучше потому что она реально вот это все-таки бумага она не дает нужного трения нормально ходит ходит никто не обещал что она будет бегать свои как я сказал 15 сантиметров она проходит смело но опять же только на какой-то поверхности с резиновым покрытием значит но это бесполезняк она просто первое время весь на таком столе или там на любой такой типа там ламината например она просто первое время своей энергии тратим на просто прокрученную то есть впустую на проскальзывание поэтому она собственно никуда не идет ну что хочется сказать заключение модель интересная модель сделана качественная инструкция написано полностью абсолютно адекватно то есть никаких недопониманий в ней нету потому что другие обзорщики говорили что значит без какой-то видео инструкции на youtube от ее гирс они не смогли разобраться ни черта блин ребята но это смешно то есть разжеванная у вас должно быть какая-то фантазии какое-то быть пространственное мышление потому что если вы видите объект вы должны как-то визуально вот виртуализировать то есть если вам надо прям совсем в рот положить но это как бы но это смешно в принципе все советую модель совету не советую что сказать не знаю но если вам нравится то советую работает работает красивая красивая да но только в цвете как мне кажется еще неплохо бы смотрелся может быть черно-красный такой цвет вот а так а почему решил именно в таком цвете сделать потому что мне показалось знаете есть такой анатомический музей по моим передвижной и там люди там или животные в частности они там такие все типа показаны их внутренности то есть мышцы вены и так далее вот мне захотелось сделать что-то в этом духе стилистике значит такое что то что красное это типа как мышцы значит а вот белые но это не знаю там кости или там сухожилия что-то в этом плане но модель еще как я уже сказал мне доделан до конца вот в этой стороне ничего не так рашина просто на самом деле сейчас немножко лень уже этим заниматься но я думаю доделают вот так что все компанию gears желаю делать больше интересных моделей может быть даже делать их в цвете заранее до чтобы не пришлось красить если какой вариант вообще возможен ну и уделить внимание немножко качеству потому что некоторые детали ломаются даже несмотря на аккуратное обращение м м м м м Продолжение следует...